Приветствую вас! Вы не написали по своей проблеме, что именно мешает ребёнку засыпать. То есть вот вы говорите, что он мается, вот вы говорите, что он выходит в слезах в 12 часов, но что именно не даёт ему спать. Совершенно очевидно, что здесь есть какая-то проблема с стороны ребёнка. Либо это страх темноты, то есть он спит с ночником, пытается заснуть, когда вас нету рядом, а вы в другой комнате, то есть это человек чего-то боится. Либо у него есть какие-то ещё иные негативные переживания по поводу того, что он вынужден засыпать один. Тут, конечно, нужна история ваших отношений, история его, то есть как он развивался, как он формировался, какая у вас семья и какие отношения у вас в семье, вот, в частности, какие у него отношения с отцом, вот. Потому что вот мне почему-то показалось, что вы одна, ну, по крайней мере, что мужчины у вас нет. Я, конечно, понимаю, что сейчас, по сути, пикаю пальцем в небо, потому что это может быть 50 на 50. Но то, что вы сказали, что когда я не собираюсь рано ложиться спать, почему-то навело меня на мысль о том, что у вас, возможно, нет мужчины или есть, но он непостоянный, и отца ребёнка рядом нет. Ну и сами понимаете, что такое поведение, оно, в общем-то, не соответствует мужчине, да, то есть, ну, будущему мужчине, вот. И, ну, и, собственно, тому мужчине, каким является ваш ребёнок сейчас, на данный момент, вот. И это тоже связано с отсутствием мужского образа, мужской модели поведения, на которую мальчик мог бы опереться в своём, так сказать, выборе стратегии поведения уже своего собственного, своей, точнее, собственной. Вот. То есть, здесь можно говорить о его страхе, и тогда этот страх важно обсудить с вами, потому что вы можете приучить ребёнка не засыпать, потому что, как бы, как бы, понимаете, что ребёнок, он может и хочет спать, но ему что-то не даёт. А именно приучить ребёнка не бояться того, чего он боится. Вот. Это первое. И здесь такая вот небольшая подсказка, такой небольшой фонарик будет заключаться в том, пожалуй, что вы либо недооцениваете страх своего ребёнка, то есть вы либо говорите ему, что это пустяки, либо вы, значит, ну, как-то, знаете, вместе с ним боитесь. То есть вы действительно считаете, что это опасно. И ребёнок видит, что это опасно. И раз боитесь вы, когда-то вы испугались чего-то. Раз боитесь вы, значит, боится и он. Ну, это вот очень хорошо. Можно показать на примере того, как ребёнок начинает бояться воды, да, бояться плавать. Вот, когда ребёнка в первый раз, ну, когда он падает в воду, или когда его бросают в воду в первый раз, многие мамы, да и папы тоже реагируют на это очень негативно. То есть они начинают паниковать, бояться. Вот, соответственно, ребёнок чувствует эту энергетику от них и тоже, соответственно, боится. Вот, ему кажется, что происходит что-то страшное. Вот. Не потому что он в воду упал. Вода для него ещё ничего не значит. А именно потому что боятся родителей. И смотря на родителей, он боится сам. А если в этой ситуации вы, например, поведёте себя спокойно, да, то есть, ну, например, того же ребёнка вытяжете из воды и скажете, Вау! Посмотри, кто у нас учится плавать в суд, допустим. Это будет совсем другое. То есть, совсем другая реакция будет. И я полагаю, что вам сейчас нужно сделать примерно то же самое. То есть, найти этот источник страха, если это действительно страх, и постараться вместе с ребёнком это ещё раз перешить, но только уже по-другому не бояться, с юмором и так далее. То есть, можете сделать вы. Далее. Значит, ну, понятно, что ваш ребёнок уже достаточно большой, ему 10 лет. Соответственно, это уже практически попросток. И в 10 лет ребёнка можно показать детскому психологу, например, в школе. Правда, детского психолога в этом случае желательно представить как, ну, как друга, как такого доброго. Человека, может быть, заранее поговорить со специалистом в школе, чтобы проработать образ того, кем он будет представляться вашему сыну. Вот, чтобы сын доверял ему. И поговорить. Лучше всего, если это будет мужчина, ну, психолог мужчина. Особенно, если у ребёнка нет отца. Вот. Ага. Мужчина быстрее найдёт к нему подход. Именно свой. Дальше. Может быть такая ситуация, что ребёнок ничего не боится, он просто манипулирует неосознанно вами. Причём, заметьте, неосознанно манипулирует вас. Потому что вы не даёте ему того, например, что ему нужно. Ну, понятно, что сказать однозначно, что ему нужно сейчас невозможно. Потому что, ну, неизвестно ваша история, непонятно, как вы взаимодействуете с ним и так далее. Ну, я однозначно могу сказать, что у этого есть, ну, основания. Да? То есть, ребёнок от вас что-то недополучает. Ну, опять же, что он может недополучать? Внимание. Да? Любви. Там, может быть, каких-то игр. Ну, вот, между вами. И именно между вами. И всё это, всё это. Может заставить ребёнка вести себя так. Ну, именно так. Как он себя ведёт. В таком случае, нужно, чтобы вы постарались подумать, как именно и что именно ребёнок от вас недополучает. И, возможно, постарались бы вы ему это дать. Ну, возможно. Возможно, вы бы постарались это ему дать. чтобы тем самым, чтобы тем самым, чтобы тем самым лишить его этого стимула, вот, ну, лишить его этого стимула хотеть того, чего он хочет. Да? Значит, и это тоже такой момент, который предполагает анализ ваших взаимоотношений с ребёнком, естественно. И, значит, после этого, в любом случае, ему придётся привыкать. Потому что, ну, потому что, собственно, привычка, она вырабатывается. И здесь только, вот, следует оперировать к тому, что им просто, как бы, честно говорить, что, дорогой, милый мой, там, я тебя очень люблю, но, как бы, ты... Уже большой, я не могу с тобой спать. Ну, у меня свои дела, поэтому, вот, ложись, засыпай, если что. То есть, в этом нужно быть достаточно последовательным. Но после того, как, вот, будет понятно, что, что причины больше нет, то есть, не путать, а, сейчас, 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 у этого причины есть. А вот, когда причины не будет, нужно будет вести себя так. Вот. И, не нужно никаких слов, типа, что, там, ты уже слишком большой, или что мужчины так не поступают, или что, это, ну, это по-детски, ты же не хочешь быть ребёнком, там, и так далее. То есть, этих, этих всех слов не нужно. Ага. Просто, вот, именно говорить я. То есть, я. То есть, я, мама, говорю, что не могу с тобой спать. А, потому что, ну, как бы, у меня дела. И всё. И не надо говорить, что я не буду больше с тобой спать. Это просто, что я не могу сегодня с тобой спать. И завтра то же самое, я не могу с тобой сегодня спать. Прости, дорогой, я тебя очень люблю, но я не могу. Вот. Это вот то, что вы можете сделать. Это то, что можно вам порекомендовать, исходя из того, что вы написали. И ещё раз повторю, что ребёнку нужно хотя бы, может быть, раз к детскому психологу обратиться, потому что, судя по всему, у него могут быть какие-то проблемы, страхи и так далее. Ну, и с психологом рекомендуется вам тоже поработать. Вот. То есть, ребёнку нужна консультация, примерно, разовая. Да? Или несколько раз. На тему того, чего он может бояться, чтобы понять, чего он боится, почему не спит и так далее. Вот. А вам консультации по поводу того, значит, что вы не можете, ну, справиться с ребёнком, да? И что, по сути, он делает так, что вы ему, ну, как бы, идёте у него на поводу. То есть, он мается в двенадцатом, да? Вы, как бы, ну, на это покупаетесь и всё. И, как бы, он понимает, что так можно. И он так делает. Вот это не хорошо. Для вас, опять же. Ну, и для него. Потому что в жизни он будет знать, что если чего-то хочешь, то можно вот заплакать, да? Ну, там, надавить на жалость. И всё. И всё это будет у тебя. Вот. Ну, вы же не понимаете, что ни к чему хорошему подобное не приведёт. Вот. Поэтому нужно это менять. Но для того, чтобы менять, начнут средства обеспечения. Это нельзя менять просто вот. Сегодня вы делали по-другому, да? А завтра вы уже делаете иначе. То есть, сегодня вы легли с ним опять после того, как он вышел в слезах. А завтра вы уже этого не делаете. То есть, тут может быть, может развиться невроз у человека. Вот. Этого делать тоже не стоит. На этом всё. Надеюсь, что я помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Ээээ. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Эээ. Такой небольшой подскриптум будет. Эээ. Мне пришла в голову мысль. Ээээ. Порекомендовать вам. Эээ. Привлечь. Эээ. К... В окружении ребёнка. Эээ. Эээ. Любого родственника мужского пола. Эээ. Это может быть дед. Это может быть дядя. Это может быть брат старший, если есть двоюродный, троюродный и так далее. Это может быть какой-нибудь ваш друг, если это мужчина. То есть, как бы. Любые абсолютно люди. Эээ. Мужского пола. Эээ. Могут сыграть позитивную роль. Эээ. В жизни вашего, вашего сына. Сейчас. Эээ. Если вы их привлечёте. То есть. Если это не отец. Эээ. Соответственно, если отец есть, и если вы с ним всё-таки вместе, то отца нужно, как бы, попросить, простимулировать, эээ, чтобы он больше времени проводил с сыном. Кх. Кх-кх. Кх-кх-кх. И, и, эээ, чтобы ребёнок больше уставал. Чтобы ребёнок получал большое количество впечатлений, которые бы его просто вот к концу дня заставляли бы просто падать и засыпать. Чтобы он даже не соображал вообще, кто рядом с ним и так далее. И это, конечно, опять же вопрос к тому, насколько ваш сын активен. То есть, насколько он уверен в себе, насколько у него есть друзья, насколько он социально активен, насколько он адаптирован к окружающей реальности. Вот. Все эти вопросы нужно разбирать и лучше разбирать побыстрее, потому что ребёнок растёт. Совсем скоро у него будет переходный возраст и сделать тогда это будет сложнее. Я ещё раз желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...